Победа или удовольствие? Что важнее в жизни? С вами Челов Каули. Сегодня 20 августа и я решил поплыть 4 километра. Смотрите какая офигительная вода. На улице градусов 30 и путь мне надо 2 километра туда. Я называю его детский пляж и обратно 2 километра. Я буду плыть вдоль берега, потому что поддержки у меня нет. Если что, что-то сойдет, что-то плохо мне будет. Ну, надеюсь, что выживу до ПВУ. Так, 30 секунд. Вот и ПВУ я на голоде. Уже две недели у меня одноразовое питание, то есть на голоде ПВУ. И сейчас времени час, я буду обедать только с 6, ой, ужинать. Единственный прием с 6 до 7. Чем я это делаю? Это в альпинизм, воспитание мужского альпинизма. И последнее время я пропагандирую, продвигаю в своей команде, в своем окружении то, что все нужно делать в удовольствие. Поэтому я не буду прям, чтобы помахаться, плыть туда с максимальной скоростью и обратно. Я буду плыть по 150 метров частями и буду формировать намерение. То есть я буду представлять свое состояние, которое мне желательно в настоящем моменте. И потом пауза 10 секунд, и потом буду дальше физикой это подтверждать. Таким образом создается вакуум и притягиваются возможности. Это и энергетически, и физически это хорошо действует. То есть я ставлю себе цель и потом двигаюсь. То есть я плыву какое-то расстояние и доминирую в этом. Вот. Это все очень хорошо повышает на тестостерон, когда у человека поднятый уровень тестостерона и других полезных мужских гормонов. Он намного-намного более эффективен, привлекательен и его ДНК просто процветает. То есть любая деятельность, она связана с доминацией. Да, это будет сложно скорее всего, потому что максимум я проплывал 3-4 с прошлым летом, правда без подготовки. Ну и сейчас тоже без подготовки. Зато я буду путь в кайф. То есть каждые 150-200 метров и буду устанавливаться, делать упражнения и путь дальше. И потом обратно. Надеюсь, за три часа я успею, чтобы вовремя вернуться к моему единственному приему пищи. До встречи! Потом, если у меня будет силы и как бы я буду способен, я вам расскажу свои ощущения, как это было. Вот позавчера я делал тренировку и я перестал считать количество упражнений в подходах. Я просто сделал 30... Да, я сделал 30 подходов и просто не считал сколько раз в каждом подходе. И я старался получать удовольствие, удовольствие от процесса. И реально у меня это на половину где-то получилось. А сейчас делав... Ну вот как... Я уже... Я проплыл... Я проплыл эти четыре километра в удовольствие. И когда вот я плыл туда, туда вот до этого дальнего пляжа, у меня какая-то хрень в голову засела и я как бы не мог. И думаю, ну как же так, как же так, как же так? Люди вместо того, чтобы вкладывать энергию в свою жизнь, они... Ну такое просто делают, такое делают. Я просто там офигеваю. Вот. Ну как-нибудь может расскажу и я все думал, хрень или не хрень, хрень или не хрень. Я за полтора часа уплыл туда... Так, интересно, а сейчас сколько время? Ух ты! Ага. Я за полтора часа уплыл туда, два километра до того пляжа. И на двух третьих расстоянии, когда я туда уже пыл, я пересилил эту всю фигню, которая у меня в голове была. И я стал ловить какое-то ощущение кайф, погружаться в этот процесс. И я знаете, вспоминал тренеров, там как бы авторитетных людей, которые говорят, что бегать это тяжело. Нельзя от бега получать такое удовольствие, как от медитации. И я думаю, ну как бы я же не бегу, я плыву, и как бы я как ходьба, какой-то кайф такой. И я чувствовал себя, знаете, как собака, которая бежит довольно, и у нее язык на бок, и она... И все, и она бежит, и бежит несколько километров. Ей как бы пофигу, да? И когда вот я уже встал туда, одна треть оставалась, у меня появилось такое ощущение, я думаю, с чем это можно сравнить? Вообще, вот с чем это можно сравнить? Покружение в процесс, когда я плыву, плыву, да, уже почти там полтора километра плыву, осталось еще полкилометра до двух. И я понял, блин, вот это, это реально как секс без спешки. Вот почти такое же ощущение, когда нет никакой спешки, когда нету вот этой вот озабоченности, что обязательно нужно достичь какого-то результата, победить что-то. И я понял, что я сейчас нахожусь не на дофамине, то есть я получаю удовольствие не от победы, не от того, что я доминирую, а я получаю удовольствие от сиротонина, от того, что я нахожусь в кайфе, в удовольствии, в процессе. Поэтому я и сказал, это то же самое, как вот секс без спешки, да? И реально вот я, я обратно плыву вот эти все два километра без остановки. Я останавливался только на чуть-чуть, я плыву в удовольствие, и обратно я уже проплыл за час 10 минут. За час 10 минут я проплыву обратно. Вот. Подписывайтесь на мой канал, просто набирайте в ютубе Вячеслав Каули. Я уже готовлю сценарий еще на несколько интересных видео открытий. Это я его не планировал, но вот оно само собой так получилось. Есть еще очень такие хорошие, приятные вещи о том, как перестроить себя на поучение удовольствия от процесса, а не на том, чтобы, ну, конкретно, ну, реально так работать в проклятии над ложными целями своими. До новых встреч! Подписывайтесь на ютуб, пишите ваши комментарии. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok